Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 26 том, вопрос 3819. «Если хотя даже не прямо по писанию писали поэты, но все же упоминания о Боге, о храмах, о красоте природы Божьей указывали же читающим на горнее?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «О горнем небесном говорит вся природа и без всяких писательских туманностей. Вот то-то более всего в их трудах и удивительно, что писали сообразуются своими мечтами, со своими выдумками, а прямо по Библии мало и почти нет». Примеры стихотворений. «Вечер ясен и тих, спят в тумане поля, в голубых небес ярко пышет заря. Золотых облаков разноцветный узор накрывает леса, как волшебный ковер. Вот пахнут ветерок, зашептал в тростнике, вот и месяц зашел и глядится в реке. Что за чудная ночь, что за тени и блеск, как душе говорит волн задумчивый плеск. Может быть, в этот чаш сонмы светлых духов гимны небо поют Богу дивных миров». И.С. Никитин. 51. В 1851 год. Деяние. 16 глава. 25 стих. «Около полуночи Павел и силой, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Евангелие от Луки, 2 глава, с 13 по 14 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее славу Вышнюю Богу и на земле мира и в человеках благоволения». Стихотворение. Стихотворение. «Как вечный полдень длится. Все причащаются, играют и поют. И на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится». 1915 год. О.Мендельштамм. 1 Коринфянам. 11 глава. 25 стих. «Также и чашу после вечери и сказал, сия чаши есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Стихотворение. «Высоко над семью гор Казбек твой царственный шатер. Сияет вечными лучами твой монастырь за облаками. Как в небе реющий ковчег парит чуть видный над горами. Далекий вожделенный брег. Туда б, сказав, прости ущелью, подняться к вольной вышине. Туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне». 1829 год. Александр Сергеевич Пушкин. Книга «Третье царств». 8 глава. 42 по 43 стих. «Ибо они услышат о твоем имени великом и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего. Услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой». Стихотворение. Дорог мне перед иконой, светлый ризе золотой, этот ярый воск, вожженный, чей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. «Светлый ангел упования пролетает над толпой, этих свеч знаменования чую трепетной душой. Это медный грош вдовицы, это лепта бедняка, это, может быть, убийцы покаянная тоска. Это светлое мгновение, в диком мраке и глуши, память слез и умиления, вечность глянувшей души». Третье царство, восьмая глава, одиннадцатый стих. «И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». Иезекииля, 43 глава, 4 стих. «И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку». Стихотворение «Когда гоним тоской неудалимой, войдешь во храм и станешь там в тиши, потерянной в толпе и необозримой, как часть одной страдающей души. Невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился, таинственное в свое родное море, и заодно с ним рвется в небеса». 1857 год, А.Н. Майков. Иеремия, 31 глава, 9 стих. «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их без близ потоков вод, дорогую ровную, на которой не споткнуться, ибо я отец». Дихотворение «Крестом высоким, осененный, вдали от сел и городов, один стоишь ты, окруженный, густыми купами дерев, вокруг глубокое молчание, и только шелестом листов, а дообразное журчание живых сливается ручьев». «И ветерок прохладой веет, и тень бросает дерева, и живописно зеленеет полян высокая трава. О, как сыны твои счастливы, в твоем безмолвии святом, они страстей своих порывы смирили бдением и постом. «Их сердце отжило для мира, ум суетою незнаком, как будто светлый ангел мира их осенил своим крестом. И внемлет вечный Бога, вечное Бог-слово, их тяжкий труд благословив, святых молитв живое слово и гимнув сладостный призыв». 1839 год И.С. Никитин И.С. 38 глава 20 стих «Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». Даниила 3 глава 24 стих «И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа». Ефесянам 5 глава 19 стих «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу».